всем привет с вами снова гонсалес и мои говорящие руки жените руки не отмываются ребят попала в мои говорящие руки вот такая вот штуковина все конечно сразу догадались откуда ноги растут руки растут да это сделал александр рожко это пробный экземпляр тестовый и отправил мне он не его на тест многие увидев вот эту картину сразу скажут да ты чё серёжа куда ты выпал слишком мало трубок слишком маленькие отверстия но мы попробуем александр сам не тестировал эту штуку прислал мне серёг посмотри скажешь уныло не уныло ну в общем посмотрим смотрите ребят 3 дюймовый фланец 5 трубок диаметром наружным диаметром 16 внутренним 13 общей сложности площадь трех боя пяти трубок составляет 6 и 7 что ли там что-то такое вот 6 и 7 сантиметра квадратных всего лишь площадь вот это вот этого фланца составляет 40 то есть это где-то там сказать даже на 7 одна шестая часть проходного проходных отверстий от всего диаметра трубки обварены все изнутри проварены повторю это пробный экземпляр поэтому поэтому может кто-то скажет неаккуратно что-то все здесь нормально я не такой придирчивый как некоторые там из какой-то там ржавчинки где-то начинают ругаться с производителями мне на это по барабану я считаю что на мощность это не влияет конечно неприятно да но работать можно но не скажет первый бы и позвонил и так ребят для чего сие чудо было вообще сделано во первых у нас получается два в одном да это узел отбора и орошения и диоптер для созерцания дождика и созерцание захлёба второе если взять например мою колонну колонну мой узел отбора положим то наверное разницу вы заметите сразу это маленькое чудо это маленькое чудо укоротит мою колонну ровно на 7 сантиметров на 8 так как здесь 9 а вот это вот сейчас я вам скажу 15 а это 8 8 8 15 на 7 сантиметров до укорачивать мою колонну как вы знаете до тса от тса до потолка в моей колонне остается ну кто спрашивал в комментариях тот знает остается всего два сантиметра у меня нет возможности поставить нижний узел отбора а очень бы хотелось и вот грубо говоря в принципе вот это вот решение это сделано было не специально для меня не подумайте это простой диоптер который у александра есть продажи то есть он их делает вот мой например диоптер ровно стоили 110 почти 11 сантиметров 10 с половиной вот такие диоптер у него есть 80 его или 85 не сразу не по 85 вот то есть он он короче он удобнее в принципе для использования его как смотрового окна больше и не надо вот можно этот поменять на тот далее а чё далее все собираем колонну сейчас я отстегну вот эту часть вот эту часть отстегну просто 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 у меня останется мой дефлегматор Димрота. Димрота, Димрота. Поставлю я сюда вот такую штуку. Александр позаботился обо мне. Не звонил, не спрашивал, просто инкогнито прислал и все. Мне пришло оповещение, что мне отправлена посылка, так как ваш номер указан в сдеке. Меня оповестили. Он сделал мне канавку уже на трубке, то есть она готовая. Все. Сказал понравится, оставишь. Не понравится, выкинешь. Вот всего лишь. Поехали! Друзья, ну вот, наконец, колонна разогналась. Поработала на себя. Сейчас у меня копают головы. Мощность полтора на одном тене и полторашка тоже включена. Полторашка и здесь полтора. Три киловатта. Просто у меня небольшая просадка и ровно три у меня не получается. Небольшая просадка, когда включена обо тена на одном тене на трех киловаттном, не получается выставить три. то есть там 2,9, вот, грубо говоря, 2,95. Не суть. Сделал так. Полтора здесь, полтора здесь. Смотрите, красота здесь происходит. Красота. Такая вот. Все работает на полтора, на трех киловаттах. Здесь тоже сейчас секунду на табуреточку встану. Здесь тоже все красиво. Но, ребят, так как это экспериментальная модель, это всего лишь на все, ну, пробник. Вот. Добавляя, вот сейчас вот если добавить 100 ватт, то колонна начинает захлупаться. Ну, давайте не 100, а вот, допустим, 200 ватт. Ой, ой, ой. 2 киловатта. Мы сейчас добавим. 2, 2,100. И там полтора. Получается. Получается киловатт. Ой, 3,600 получается, да, у нас? 3,600. Смотрите, что сейчас будет происходить. То есть давление поток паров превышает пропускную способность. Ну, как, не пропускную способность. Пропускная способность, она как была, так и есть. Но происходит, вот смотрите, происходит захлеб в узле. То есть восходящие пары не дают флегме возвращаться обратно. Здесь, в принципе, а и здесь вот, здесь ритм тоже забивается. На своем узле на своем узле. На этом. Я работаю 3,800, 3,900. Ну, выкинуть потери куба там пускай будет 3,600. Вот видите, что происходит. поэтому мы сейчас убавляем обратно. Ставим полторашку и полторашку на другом тайне. потихонечку захлеб. Этот захлеб преобразуется и уйдет. То есть этот эксперимент нам показывает, что проходимость, проще скажу, малое количество трубок. Площадь их не позволяет, общая площадь трубок не позволяет работать в полном объеме, ну вот, в предзахлебном состоянии колонны. Ребят, вот прошло полторы минуты, все, захлеб, провалился, больше ничего-то не захлебывается. Дождик устаканился, как был равномерный, так же и остался. Все, орошается, все прекрасно. Что из этого у нас следует? А из этого следует, что количество трубок для данного узла, для трех дюймов, маловато. Вот. Связался с Александром, обрисовал ему картину. Он сказал, что Сергей, ты снимай как есть, то есть, как вот есть, как ты видишь, как ты понимаешь эту работу своих, ну, данного узла, своей колонны с этим узлом. Вот. Значит, говорит, будем дорабатывать, будем добавлять трубки. Вот. Эксперимент этот не последний. Ну, в принципе, в инструкции не знаю, совру, не совру, в инструкции у колонны Селиваненко, по-моему, 3 кВт рабочей мощности есть. Да и у Вейна, ой, у Вейна, у Люксталя, по-моему, тоже 3 кВт. То есть, вот, с данными, с данным количеством трубок, это в количестве 5 штук, я считаю, что немножко маловато. То есть, пропускная способность, она есть, но флегмин, она не дает возвращаться. Вот. Получается такой барботаж, как будто бы тарельчатые, как она, колпачковые, колонны барботируют там. Друзья, ну, собственно, пока на этом, наверное, и все. Поэкспериментирую сейчас немножко еще. Вот. допускаю, что, например, при начале отбора, когда скорость отбора будет литр, ой, литр 2, может быть, там, 2-300, то добавить мощности вполне возможно будет. Но это неудобно. Я привык на своей мощности, как сказать-то, на мощности своей колонны. Я знаю ее. Это вот 3 800, 3 900, я так понимаю, в зависимости от давления. Вот. Привык на ней работать с головами и на ней же работать с телом. И тут, как бы, с полтора, с трех киловатт добавлять там до трех с половиной во время отбора. Ну, не знаю, может, кто-то, кто-то так и делает, но мне это кажется, ну, неправильно, что ли. Друзья, ну, вот идет отбор, никакого захлеба нет. Капли, ну, мороженое идет прекрасно, со всех точек, со всех вообще, по всему периметру. Отбор идет 2 литра 100 миллилитров в час. Вот. А мощность я добавил на 200 ватт. то есть сейчас 3200 полторашный, он так все и воткнутый. И киловатт 700. 3200. Ну, ничего не захлебывается. Ну, это, конечно, не дело. Начал отбор, прибавляй мощность. Мне так не нравится, не нравится, когда все чинно-блинно. Вот. Я не призываю вас ни в коем случае писать Александру, сделал мне этот компактный узел отбора в диоптре. Нет. Он его доработает, мы его еще раз протестируем. Я отправлю ему вот эту верхнюю часть, ну, стекло, чтобы веса меньше было. Он доставит туда несколько трубок. Я думаю, что штуки 4-5 там не помешало бы. вот и все. Протестим и снова, вернее, снова протестим и поймем, как оно лучше стало, хуже нет. В общем, друзья, вот такой вот эксперимент у меня произошел. Вы все видели, все по-честному, все объективно. Говорю, как есть. Вот. Кто-то продает такие узлы и без зазрения совести впихивает. Александр признал, как бы, даже не свою ошибку, а просто признает, что эксперимент немножко не удался. Говорит, что будем дорабатывать. Ну, надеюсь, у него все получится. Ребят, ну, ролик и так, наверное, получился длинный. Не буду его еще больше затягивать. Вы все видели, вы все поняли. С вами был Серега. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки там, как всегда. Все, пока. С-с-пасиба. С-с-с-пасиба. Ты заходи, если что. И за лайк, и за подписку. С-с-с-пасиба. С-с-с-с-с-с-. Продолжение следует...